Друзья, привет! Это Зинаш. Сегодня пятница. Какой день? Время 15.02. Что-то ни с того, ни с сего рванула в город я к сыну. Пообедали. Маме сказала, ну посъезжу я домой к сыну. Небольшой шмончик навести. Пока буду там дома убираться. Мужчина есть мужчина. Будьте молодой. А женская рука должна быть. Пока буду дома убираться, чтобы он мне посмотрел, там как можно настроить монетизацию. Потом это как ее называться? Творческую студию настроить. Вначале. Ну, чтобы монетизацию подключить, наверное, нужно какую-то карту привязывать. А карта Каспий Голд у меня Каспий Голд есть. На нем Каспий Голд и депозит лежит. А сейчас мошенников полно же, не знаю. Вот сколько по телефону звонят, они просят же продиктовать номер карты. Если будет номер карты в доступе. Мне кажется, и деньги все мои не ютубовские, мои деньги исчезнут. Пускай вначале, наверное, попробуют настроить мне творческую студию. Светлана, спасибо. Что подсказала мне. Друзья, я... Вот Светлана молодец, она насчет этого. Она мне многое подсказывает. В самом начале, кто видел мои ролики, я снимала, телефон так держала. И снимала. И там, когда на видео смотришь, по краям... Экран маленький, а по краям черные полосы. Света так написала, что держать нужно горизонтально. Вот с тех пор я горизонтально держу. Нормальные видосики получаются. И вот вчера, вчера или позавчера Светлана написала, говорит, творческая студия. Потому что... Я вам уже говорила, что старые эти видео. Это вот, наверное, раза два или три. Я полностью, почти полностью все короткие видеошорцы, видео большие просматривала. Не сами видео, а комментарии. Потому что там люди пишут. Ну, некрасиво получается. Люди пишут, а я не отвечаю. Поэтому Светлана вчера объяснила мне доступно, что если творческая студия, то там комментарии новые выходят, и сразу старые ролики. Там можно сразу ответить. А не перелопачивать все эти видосы. Потому что это невозможно. У меня там больше 1800 видео. Там и короткие шорцы, и такие видео. Позавчера мне кто-то писал тоже. Ребят, друзья, не обижайте. Я там говорю кто-то. Я просто сейчас не могу вспомнить, что вот когда ехал, перчатки надевал, сказали купить меховой чехол на руль. Не знаю, друзья, я вот как купила машину, вот этот, сейчас покажу. Вот, видите, пупырчатый, такой, тканный, чехол. Я к нему привыкла. В прошлом году, по-моему, летом, в прошлом или позапрошлом, я постирала, сняла чехол, постирала, и куда-то срочно надо было ехать. Поехала, а руль голый, ой, неудобно, ой, скользит. А этот прям хорошо. Поэтому сейчас там, видите, уже нормально. Выезжала, перчатки надевала вот. А сейчас нормально, потому что печку наверх впустила, и оно в район руля подогревает теплым воздухом. И вообще, если честно, друзья мои, вот я не любитель такого одно время, но не то, что одно время, сейчас встречаются женщины ездят за рулем, у них вот эти чехлы со стразиками блестящие, потом вот меховые, потом еще какие-то с выкрутасами. Я не люблю такое. Потом, когда ездят, я когда машину купила, брат говорит, купи наклейку на заднее стекло, там туфелька, что означает, что женщина за рулем, или там внимание дети, что дети за рулем, или ученик, букву У. С одной стороны, на дороге, когда мне, например, удобно, видишь, что туфелька, думаешь, и смотришь, она там колыхается как-то от машины, или тормозит где-то, уже понятно, что девушка за рулем. А я нет, я не люблю такое. Раз ты сел за руль машины, значит, на дороге все равны. Правила дорожного движения для всех обязательны. Женщина, это мужчина, это обязательно. Поэтому я что-то не сторонник такого. Поехали. Вот гад. Подрезал меня, заехал вперед. И спасибо, даже не дождешься. Вот. Вчера какой-то вечер фильм смотрела. Ну, такое, начала смотреть, потом выключила это. Такое, не люблю я такому. Мыльные, мыльные, этот фильм. Там показывают, женщина беременная, и там схватки начались. И там врач, врач, наверное, не знаю, там или скорую вызвали. Они говорят, в роддом забираем. Она муж. А врач говорит, ну, муж, сейчас вам не нужен. Давай, давай. Давай, родной. Молодец. Пропустила. Тойота. Ох, там рейк, сколько, блин. Когда я заеду сюда, направо. А врач сказал, муж сейчас не нужен. Она, нет, нет, мы будем рожать вместе. и показывают. Ну, уже роддом, в родблоке. Муж в шапочке, там, вот этот, типа, халат, такой, накидушка, в бахилах. стоит, жену за руки держит и на камеру снимает. С той стороны, жена лежит и с той стороны снимает. И тут, видимо, не видимо, акушер говорит. Все, давай, тушься, тушься, тушься. Головка видать, головку. Он стоял, снимал, снимал, и тут раз, медленно, оседает и в аути. Не знаю, я, ну, ко всем-то не относятся, но я, лично, мое отношение к партнерским родам отрицательное. Рождение ребенка, в процессе того, как женщина рожает, ребенка, никакой красоты нету. И какое-то таинство все равно должно быть. Почему раньше, вот, в Тургеневские времена женщины все были в платье, в пол, до земли, и там где-то в карету садится, у нее там щиколотку видно, все, о, это уже секс был. А сейчас хоть это галеные, поехали, о, и тут юбки короткие, сзади задницу, чуть ли не видать. Гаишник, подождешь. пупки открытые. Я дочерь, кстати, никогда не разрешала ходить с открытым пузом. Она одно время хотела сделать этот пирсинг на пупок. Можно? Я говорю, конечно, можно. Она так удивилась, обрадовалась. Я говорю, я с тобой пойду, сделаем пирсинг на пупок, на нос, на язык, на уши навешаем везде, где только можно. Я против такого. Вот это когда, в ноздрю, на язык, на пузо, на пупок, там на какие, куда еще пирсинг делают, сережки. Есть у тебя уши, уши проколол, сделал сережки, и все. А это все, не знаю, извращение, мне кажется. Вот. И этот фильм я не стала досматривать до конца. Чего стоим? Что за очередь? Еще такое это? О, дорожники. Снег чистят на остановке. Детям всегда раньше говорила. Вот не будете учиться, образования не будет, будете вот так вот на улице снег чистить. Хотя не знаю, сколько у этих людей зарплата, но уважение к ним у меня, конечно, уважаю я этих людей, которые на улицах убираются, которые вот этот зеленстрой круглогодично, ну, кроме зимы, где-то там цветы на газонах в городе высаживают, там траву пропалывают, которые мусор вывозят, дворники, вот мне всегда вот мне почему-то этих людей жалко, не в том смысле, что так жалко, а что у них маленькая зарплата, это вот нужно же за всеми это все, никому это дело нет, проезжаем цветочки, видим, ой, как красиво все проехали, а это ведь каждый человек труд, это каждое растение, это себе в сад, допустим, высаживаешь маленькие растения, и то замучаешься, а это бедная не ходит, высаживает, чтобы еще орнаментом все это было, чтобы красиво смотрелось, вот про дворников, у нас вот, когда в квартире жила, что там, продаются водопады, вот мне водопад только не хватало, вот, в орбите, когда жила, давно еще, когда милиция работала, лето, жара, рано утром, выхожу с подъезда, с подъезда вышла, и можно наверх на остановку идти, и вниз на остановку идти, вышел с подъезда, смотрю, мужчина идет, такой солидный, сейчас, солидный, такой, в галстуке, в костюме, в белой рубашке, вперед меня вышел, не знаю, он то ли с нашей подъезда вышел, то ли с соседнего подъезда вышел, вот, сейчас, друзья мои, так вот, друзья мои, расскажу, я уже с города еду, расскажу про мужчину, сейчас видео просматривала, потому что на шиномонтажку заехала, забыла, о чем говорила, мужчина идет в костюме, в рубашке, в галстуке, в руках пакет, и чуть дальше нашего подъезда прошел, что-то так шел, оглянулся, оглянулся, раз пакет с мусором оставил, и пошел дальше, а я наверх хотел идти, прохожу, смотрю, бытовой мусор из дома, он мусор, такую маечку, пакет сложил, оставил вдоль, вдоль подъезда, и пошел, а я без формы, по-моему, была, или в форме, не помню, я его, я его окликнула, говорю, мужчина, он повернулся, я говорю, вы пакет свой забыли, он, я? я говорю, ты, блин, нас на улице, только мы двое, 7, наверное, утра было, я говорю, вернись, забери свое говно, казах мужик, красный стал, красный как рак, вернулся, схватил пакет, я говорю, мусорка там, и вот здесь назад можно вернуться, он пакет взял, но не пристало такому культурному мужчине некультурный мусор выбрасывать куда-то, смотрю, пошел в сторону мусорки, я же баба принципиальная, встала и стою, смотрю, он дошел до конца другого дома, вот так, наш дом, и вот он так завернул, и там мусорка, до конца дома дошел, раз, оборачивается, я говорю, давай, 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 а я на работу собиралась, издалека видно, что он красный, наверное, материл последними словами, издалека посмотрела, подошел, швырнул мусор в этот мусорный бак, и на перед, там между домами можно пройти, на перерез, прошел, культурный, блин, в офисе, наверное, где-то работал, пиджак такой у него, галстук, пиджак хороший, костюм, как брючный костюм, черный, прошел, от него такой шлейф, одеколон хороший, дорогой, а мусор ему впадло было выбросить, извиняюсь, так, на шиномонтажку не заехала я, сейчас заеду, остановилась, блин, хотела на шиномонтажку заехать, на вулканизацию, чтобы мне подкачали колеса передние, у меня дома насос есть, но забываю, домой приезжаю, еду, надо подкачать маленько колеса, и тут насос что-то я давала людям, которые остановятся на дороге, что-то они, по-моему, мне ее маленько растеребили, а заехала сюда на вулканизацию, там закрыто, сейчас по дороге где-нибудь подкачать, вот, на чем я остановилась, насчет партнерских родов, что я не сторонник, в любом случае, какой-то фильм был, там пели песню, должна быть в женщине, а, по-моему, об этом чудо, должна быть в женщине, какая-то загадка, поэтому, ладно, не буду отвлекаться, где-нибудь горбите, борьбите, шиномонтажку найду, вот, хочу вам рассказать о ней случай, други, у меня была подруга, но она и сейчас есть, просто мы не общаемся уже долгое время, вот, она работала всю жизнь медсестрой, работала фельдшером на скорой, это, получается, она была, еще как дочь, дочь маленькая была, она была у нас как семейным доктором, по телефону позвонишь, говоришь, как калка, вот так, вот так вот, у меня что-то вот это, вот это, она говорит, вот это, вот этого пей, и все, вообще, кто на скорой работал, это настолько грамотные медики, вот КамАЗ, ну что ты тянешься, тянешься, телепаешься, ну-ка я, огонь, а, ты впереди, это не КамАЗ виноват, это впереди телепаются, ну и он телепается, вот, телепашка, блин, вот, и, ну она такая грамотная, медик, потом она работала медсестрой в стоматологии, мне когда первые импланты ставили, она к своим врачам меня привела, там такие стоматологи грамотные были, вот, и, в общем, в 98-м году я родила сына, 12-го марта, а она в 98-м году тоже родила сына, видите, сколько машин, а, сегодня же пятница, час полвторого, блин, жума намаз, пятничная молитва, мечеть, а здесь мечеть с правой стороны, вон, сейчас смотрите, вон, с правой стороны, мост, и прямо вот с правой стороны, мечеть здесь, а, думаю, думаю, что такое, оно оказывается, тут люди грехи замаливают, вот, она в этом году, в 98-м году, в мае, родила сына, первого ребенка, она замуж не выходила, встречалась с одним, вот, от него забеременела, и решила родить, у них дома, у них в семье трое девчонок, она старшая, младшая замуж вышла, родила, вторая, такая бизнес-вумен, а она вот медик, и, в общем, решила для себя родить, родители вроде как не против были, сказали, ну, возраст уже, давай рожай для себя, это раньше было стыдно, как мать-одиночка, а сейчас, если у женщин достаток есть, они для себя рожают ребенка, вот, ни клят, ни мят, сами вырастят, я вам в лихие 90-е выжила, двоих детей сама подняла на ноги, вот, в общем, она решил родить для себя, и, получается, рожает 9 мая, но мы к тому времени так, привет, привет, я уже с мужем жила, она там, беременная, ну, сама по себе, с родителями жила, не с отцом ребенка, а с родителями жила, вот, я не осуждаю за это, а у меня, я рассказывала, я когда сына родила, там, одна пушерка, я рассказывала, что с единочей, они меня положили, в одну, в одну в палате оставили, через каждое какое-то время, ножку на вокаин, димедрол ставили, два часа ночи привезли, и до 10 утра, я вообще встать не могла, даже разговаривать не могла, ну, димедрол через каждый какой-то период, мне ставили, чтобы схватки прекратились, ножку ставили, вот, и потом, только в 10 часов утра, у меня какая-то мимо проходящая, кушерка позвала ее, она увидела, повела в рот блок, и там вот эта, которая, русская женщина в этом, палате врачиха, просто на соседню, пустую койку легла, и просто храпака давала, до утра, утром встала, пошла умылась, пошла смену сдавать, а когда я пошла в рот блок, мне вот эта, другая кушерка повела, она говорит, родная, куда поскакала, а через забор, роддом, через забор, на минуточку, был, бусаныхский роб, роботе, где, откуда я в теклет уходила, ну, думаю, подожди, я потом с собой разберусь, вот, и, ну, вот, это для тех, кто новенький на канале, и когда я уже в рот блоке на кресле лежала, эта врачиха заходит, не знаю, то ли у них старшая была, то ли кто, она вот так под грудями, женщины поймут, под грудь, вот так локтем легла, со всей вот так вот, легла, и выдавила сына, а вторая, которая стояла между ног, она поервалась, и просто на ходу схватила моего сына, вот, и, естественно, все мои внутренности вакуумом вытянула, потом, через пару дней, я отекшая, просто как шарик, подучи надулась, и меня одна еврейка, старая-старая женщина, еврейка, кушерка, она мне, вот такой тампун, сватый из марли, сделала, мазь Вишневского, туда, и сказала, родная моя, кто же тебя так, искалечил, давай, говорит, месяца 5-6, покорми сына, потом придешь, мы тебя будем подшивать, и на инвалидность, и вот поэтому я, половина, две недели, там где-то две недели лежала, в роддоме, вот, весь апрель дома, мама сама у меня была, не сидеть нельзя, не лежать толком не могу, и вот в начале мая, от других подруг, от общих узнала, что Галка родила сына, 9 мая звонок, я думала, девчонки поздравить мне хотят, вот, посмотрите, у нас как снег, мост с барахолки спускается, по той сполосе ехала, а там вон, снег скрипут, барахолку поезжаем, вот, и подруги позвонили, говорят, и наши говорят, они говорят, Галка родила, и Рой блеет, классно, что, как она, когда, они говорят, 9, а это было, или 9 мая, или 10 мая, на утро, по-моему, не помню сейчас, сыну сейчас, 26 лет назад было, вот, я говорю, как она, где, они говорят, она во втором роддоме, на Гагарина, ну, так я же там, сына своего родила, они говорят, ну вот, и вот, подруга одна, Карла ваша, она, в Кастелекоме работала, я говорю, ой, блин, классно, надо ее поздравить, а Карла ваша говорит, и наш, не с чем ее поздравлять, это 10, 10, да, это 10 мая был, точно, она говорит, не с чем ее поздравлять, не с кем, я говорю, в смысле, у нее сын, ребенок умер, блин, я говорю, как, ой, она сама медик, вот, ну, это ее, Галкин сестра рассказала, тем нашим общим подругам, она медик, начались схватки, боль, она стала себе делать обезболивающее, чтобы не так больно было схватки, тут, видимо, дотянуло, не знаю, на эту тему мы с ним потом даже никто не раз не спрашивал, потому что тяжело, стала делать обезболивающее, потом, видимо, уже роды начались, в общем, роддом приехали, она родила, положили на кресло, она начала, ну, прям, пока в предродовой лежала, она себе укулы обезболивающие делала, тут уже, видимо, время вышло, ее повели на кресло, схваток нету, схватки прекратились, в общем, ребенок, асфиксия была, скорее всего, асфиксия, ребенка вытащили, по-моему, кисарили ее, вытащили, положили под колпак, под кислород, 9 мая, и в этот, после этого где-то пролежал немножко, 9 мая по всему Пустан-Дырскому району, по-нашему, отключают свет, электричество, и ребенок просто-напросто там задохнулся, ее вторая, все-напросто, сестра, средняя сестенка, она такая шустрая девка, она туда КТК, пригласила наше телевидение коммерческое, 9 мая показывали, ну, когда программа начинает с новости, там вначале вот такие анонсы говорят, и такое название было, умер, не успев родиться, это вот как раз про нее, там ее сестра интервью дает, вот, потом судят, типа, ну, это позже было, это потом они суд подавали, там никто ничего не доказал, вот, я услышала это, это было 10, 10 по-моему, 10 по-моему, да, или 9-го, не помню, друзья, я, короче, маме сына оставляю, нацедила молока, говорю, мам, я галки поеду в роддом, приезжаю в этот роддом, ну, ну, как приезжаю, машин-то не было, в автобусе ста и мя, потому что здесь сидеть нельзя мне, еще вся исполосованная, зашитая, перешитая я, не то, что там сидеть, я ходить нормально не могла, приезжаю к ней в роддом, с шумом, с криком, с ксивой, не запускали меня, захожу в палату, друзья мои, девчонки, захожу в палату, двухместная палата, слева заходишь, на кровати галка лежит, уткнулась в стенку, пешеход, ну, давай, родной, что ты, что ты, слева на кровати галка лежит, к стенке отвернулась, справа лежит молодая женщина, ребенка принесли, и она грудью кормит, она спиной к стенке повернулась, а ребенок здесь с краю, со стороны галки, и ребенок лежит, мяа, мяа, она, да ты моя лапочка, ты моя кровиночка, ты моя маленькая, ты мое счастье, ты мое солнце, ну, как молодые первородки, первородки, мамы молодые, общаются с ними, ребенок, ааа, она сейчас, 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 молоком пахнет в комнате, галка лежит вот так, подушку на голову наткнула, вот так лежит, я зашла, подошла, посмотрела, галка прямо одеяло, подушку, а ребенок кричит, я разворачиваюсь, опа, иду к врачам, там это как называется, не ординаторская, ординаторская, да, и встречаю вот эту акушерку, которая мне выдавила сына, которая всю ночь храпела у меня в кровати, в палате, на соседней палате, ой, на соседней кровати, вот, и она такая, да, слушаю вас, я говорю, вы врачи, или фашисты, она на меня, в смысле, я говорю, в коромысли, вы меня не узнаете, она говорит, а должна, я говорю, должны, я говорю, когда я вот такой, 11, с 11, 12 марта, в 2 часа ночи привезли меня, 3 пальца было, родила только утром, и то вот какая-то там, акушерка, небольшая такая, казашка была, она проходила мимо, и у меня уже засыпало, говорю, а вы именно, у моей палати лежали на кровати, храпели всю ночь, она что-то начала возмущаться, и что там, что-то такое, я говорю, сейчас, сейчас дело, речь не обо мне, я говорю, почему-то в такой-то палате лежит женщина, у нее, говорю, в 9 мая, говорю, ребенок, задохнулся под этим, под кислородом, колпаком, ты козлина, что ты там плетешься, а? Вот, Volkswagen, Гондурас, вот там коза сидит, вот так вот, сидит, триндит, зла не хватает, блин, не умеешь водить машину, не мучаешь жопу, сиди дома, или езди на автобусах, вот какая я, вот, я говорю, в той палате лежит женщина, вот 9 мая, говорю, она родила, потеряла ребенка, а вы ее положили, она потеряла ребенка, вы ее положили в палату, там, где роженица лежит, от которой на, лежит рядом роженица, которую принесли на кормление ребенка, ребенок гулит, говорю, а она лежит, закрыла уши, вы что делаете, вы что делаете, у вас неужели нельзя, нет никакого человеческого этого отношения, а надо, выйдите вон, она умна, в общем, крик, шум, вот, потом я, когда родила, ну, остальные подруги, у нас четверо подруг было, вот все, кроме нее, приходили девчонки, там, с новорожденным, туда-сюда, вот, Галка не приходила, я к ней, на нее и не обижалась, потому что, тяжело увидеть, чужого ребенка, когда в этом, допустим, там годик, сыну моему, два годика, три годика, этот, а у нее будет, такой же ребенок был бы, и она, друзья мои, пришла ко мне, домой, когда сыну было, то ли 4 года, то ли 5 лет, звонок, дверь открываю, она стоит, и я говорю, ой, Галка, привет, заходи, она такая, привет, привет, и этот, я сыну говорю, а здесь, не выходи в комнату, взяла спальню, закрыла его, а он, пацан уже интересен, он так, мама, почему не выходи, я говорю, зайди, сиди там, а почему запрещают, значит, мама там что-то будет делать, сын опять в дверь, на кухне, мама, что там, что там, вызади туда, Галка говорит, что ты вот туда-сюда шпеняешь, я говорю, вот так, ну, чтобы, мы спокойно посидели, поболтали, она какую-то игрушку принесла, машина что ли, машинку что ли, она говорит, блин, ты какая была такая, говорит, мигера, такая осталась, говорит, пускай этот ребенок выходит, пацан позвала, говорит, на тебе машинку, сын зашел, такой, день-день-день, в комнате, криминала никакого нету, машинку взял, ушел, дверь открыта, потом не заходил, потому что дверь закрыли, значит, там что-то должно быть, вот, и Галке говорю, она говорит, что ты так к сыну относишься, нормально отношусь, просто думаю, тяжело, говорю, чтобы у тебя сейчас такой же пацан был, она говорит, нормально все, и смотрю, она в положении, вот, я так посмотрела, говорю, Галка, что, в положении, она говорит, да, я говорю, от того же, она говорит, нет, она к тому времени уже встречалась с женатым, у него своя семья, там двое или трое дочерей, вот, короче, она родила сына, он купил ей трехкомнатную квартиру, потому что она с родителями жила, вот, обеспечивает, да, молодец, ну, потом мы как-то с ней, по-русски говоря, разосрались, почему, потому что, когда у меня сын учился в универе, она работала в детской поликлинике, медсестрой, там, по Гагарина, там у нее, он квартиру купил, я трехком, там недалеко от дома поликлиника, она с орбиты перевелась, вот, в детской поликлинике работала, а у меня сын учился в универе, и он подрабатывал в Макдональдсе, на занятия сходит, а потом после занятий идет работать до ночи в Макдональдсе, у меня еще тут дети молодцы, спасибо, спасибо, вот, и, короче, не помню, то ли он на занятия проспал, то ли приболел, это давно было, короче, не помню, короче, он на занятия, занятия пропустил в универе, а у них в Нархозе было это, насчет этого строго, у них этот, поможенный факультет был у него, вот, что-то там дисциплина такая строгая была, там военная кафедра еще, там, в общем, шугали их за это, и он говорит, я говорю, что будешь делать, а там, видимо, нагоняй дали, он говорит, да, не знаю, блин, не помню, друзья, или он проспал, или он, короче, на занятия не пошел, там не один, или, по-моему, пару дней, и не знаю, я где была, вот, и говорю, справка, справка какую-то нужная, я говорю, давайте записку напишу, он говорит, мама, это в школе еще, может прокатить, что когда там записку пишешь, учителя, что мой сын там, опоздал на урок, или там, вчера не пришел, так как, про температуру была такое, а в универе мама такой не проходит, я позвонила Галке, привет, привет, она говорит, как дела, я говорю, вот так, я говорю, слушай, сделай какую-нибудь справку с печатью, что мой сын там, это, пару дней, что ли, или один день. Я говорю, что он на занятие не ходил, что он дома себя плохо чувствовал, там поликлиника обращался. Она говорит, у меня же детская поликлиника. Я говорю, Галка, ну какая разница? Кто будет эту печать, что ли, рассматривать, говорю? Справку сделай с печатью? Что это именно городская поликлиника? Она говорит, ой, вы же в Орбите, а мы на Гагарине. Я говорю, Галка, блин, мозги не пари, говорю. Там кто-то будет смотреть, спрашивает, так, так, это поликлиника такая-то, это вот на Гагарина, а ты, оказывается, живешь в Орбите, а почему ты справку, кто там будет смотреть? Справку принесли, все, положили. Она говорит, мать, ну он у тебя студентка тоже, а это детская поликлиника, я не могу. Я говорю, да пошла ты, взяла трубку, я ей говорю, ты вот печать поставь, говорю, и вот так немножко проверни, говорю. Помните, как и вычислище поступало? Вот. Я говорю, проверни так, она, ой, я не могу, она умная, я взяла трубку, швырнула, и все. Это было, наверное, сыну сейчас будет 26, а то где-то, если он учился в универе, 17, 18, наверное, лет 18, наверное, было. Это уже, наверное, лет 8 прошло. Психонул, друзья, и не этот самый. А, вот видите. Ходит. Каждый раз проезжаю, каждый раз она ходит, он. Не знаю, друзья, алкашу могу подать. Алкашу. Ну, вот эти, которые на подруге ходят, здоровые бройлерные бабы стоят, причем пару часов постоят, раз пойдут куда-нибудь, сходят, потом придут, уже там и в другой одежде. Не осуждаю, друзья, но... Иди работай. Иди работай. Да иди в баню. Сейчас догоню ведь козлина. На светофоре я, главное, по своей полосе еду. Это козлина. Сто девятнадцать... Ноль девятнадцать. Лексус, блин. Сейчас хрен ты у меня проедешь. Ты посмотри, он меня объехал, и вот так вот как раз на машину, хоп, тормознул. Он поворачивает, поворачивать хочет. Хрен я тебя сейчас пропущу. Фух. Не пропускай, не пропускай его, не пропускай. Пускай едет, блин. Козлина. А, убежал? Ладно. Ху, други. На светофоре, на Тулеби. Зеленый загорелся, я поехала. Перед ним автобус стоял. Он там замешкался, я проехала, и он меня обгоняет, вот так обогнал, и передо мной машину тормознулся. Хорошо я без скорости была, а то бы к нему в жопу въехала бы. Гаденыш. Вот каких только придурков на дороге не встретишь, а? Я материлась, нет? Где этот Гондурасина? Так, в этом ряду нету его. На скорости, на скорости, вот автобус стоит, а его нету. Белый Лексус. Ехал, гаденыш. Вот рынок Саламат, кто не знает. Вот, едем по Розубакеево. Вверх сейчас будет улица Абая, имени Абая Кунанбаева. Где этот гаденыш? Лексус. Вон она, Световарина, по правой полосе стоит. Гондурасина. Вот перед синей машиной. 0,19, по-моему, да? Сейчас гляньте, кому видно. Нет, 0,35. Куда-то он шмыгнул. Гаденыш. Вот. Так мы с этой подругой потом и больше не встречались. Потому что каждому свой ребенок. Криминального никакого не просила. Никакого криминала. Просто там справку, если... Просто печать даже смазана маленькая. Ой, друзья, вот я влипла. Вон. Поэтому там тоже пробка, блин. Вот такие, друзья, дела. Рассказала им про свою подругу. Больше я что-то и не искала в встрече. Потому что там укажу свои... Укажу свои проблемы. Укажу свой ребенок. Там не до него стало. Потом дочь замуж вышла туда-сюда. Потом сюда переехала. В общем, жизнь берет свое. Все, други мои? Отключаюсь я.